Продолжение следует... Я выявил некоторые слабые места, но нужно будет, наверное, не один раз еще как-то поднастраивать. Сегодня пройдусь по-другому маршруту. Сейчас двигаюсь в сторону Борисовского пруда. Улица Борисовские пруды. Движение достаточно интенсивное. Продолжение следует... Велосипеды можно брать на прокат. Что-то долго горит. Красный... Вот это улица Борисовские пруды. В сторону центра. А это в сторону области. Загорелась зеленая. Перехожу на противоположную сторону. И спускаюсь... К пруду. Дорожка гравийная. Продолжение следует... Дорожка гравийная. Дорожка гравийная. Дорожка гравийная. Пл예요. Дорожка гравийная. Продолжение следует... Людей, когда период отпусков, очень многие не уезжают никуда, предпочитают отдыхать на прудах. Посмотрим на пляже, есть кто-нибудь, нет, и посмотрю, что летом очень много людей приезжают купаться, загорать. Уже тихое, спокойное место, есть специальные места, где нужно жарить мясо. Лет 15 назад пруд чистили, полностью спустили воду, примерно около двух месяцев. Камазы-экскаватор очищали и углубляли пруд. Все-таки пруд древний, я не знаю, сколько им лет, но это древний водоем. Купаться в пруду запрещено. Но на это никто не обращает внимания. Пруд разделяет на границы Москворечья Самурова и Борисова. Что-то не то я сказал. В общем, два района разделяет. Детская площадка. Детская площадка. Вот он сам Борисовский пуд. Знак в пани запрещено. Не знаю, с чем это связано. Борисовский пуд. Или с качеством воды. Или еще с чем. Борисовский пуд. Борисовский пуд соединяется с царицинским пудом. Вот здесь рыбаки сидят, оказывается. Что-то ловят. на спине. Вот сейчас обойду Борисовский пуд. И с той стороны сделаю небольшую съемку этого берега. А. Ну, это ореховый Борисовский пуд. Северный. Так, ладно, пойдём. Для детей сделана такая дорожка, чтобы могли на велосипедах на самокатах тренироваться, но они предпочитают дорогу. Но дороги опасны, между прочим. Спускаться вниз не буду, там нет, по-моему, дорожки. Песчаный берег, поэтому обойду чуть стороной. Браво, браво. 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 Вот панорама Борисовского фуда. Там на горизонте мост, это Каширское шоссе, с левой стороны Орехово-Борисово, а с правой стороны Маскоречья Соборова. Да, что-то пляжи совсем пустынные, ну ладно. Сегодня обещаю температуру, что до плюс двадцати четырех жарко. Орехово-Борисово. Осень постепенно набирает свои права. Кое-где уже деревья из зеленых превращаются в желтые, красные, все цвета осени. Орехово-Борис. ... ... Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Во время записи сегодня несколько раз выключался видеорегистратор. Не знаю, в чем причина. Иногда отключается вот этот трекер, который отслеживает мое передвижение. Не знаю, в чем причина, поэтому приходится иногда останавливаться, проверять, контролировать. Сегодня у меня маршрут вокруг Борисовского труда, он небольшой, порядка 5 километров, но довольно живописный. В этом я решил заснять и показать. Сейчас поверну налево и снова в пруду. Вот если прямо двигаться, мы попадем в ланкад. Так, на мы сворачиваем. Да, я сворачиваю. К парку, к пруду. Смотрите, какие красивые цвета осени. Осень ранняя. Я буду стремиться к тому, чтобы заснять позднюю осень, зиму. Зимой тоже рассчитываю ходить с палками и так далее. Вот такие прогулки. И очень полезные для здоровья, для сердца. Цвета в районе. Чем-то чувствуется нехорошая после этого. Ото время этой изоляции, там сколько мы, наверно, до полтора-два месяца вообще не выходим. ходил из дома. Это вообще был кошмар. Состояние было такое хреновое. Вот. Ну а вот теперь, когда можно свободно предъявляться, ворусь ты получаешь огромное. Здесь тоже много гуляющих, с детьми, с молодых мам, людей пожилых, стареньких, типа меня. Я спускаюсь опять в воду. Субтитры сделал DimaTorzok. Тут тени, в ясную погоду, хороший воздух, хороший воздух, чистый, являются животными, на прогулку ходят, а я иду вдоль берега, гробак сидит, спускаться не буду, несколько колодочек. Субтитры делал DimaTorzok Белодорожка, все для людей, что мало. Снегиды застаем здоровьем. Спускаться не буду. Снегиды застаем. Снегиды застаем. Продолжение следует... 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 Пишут нормально, вроде бы, но в начале видео я рассчитываю разместить скриншот сегодняшнего маршрута. Продолжение следует... Да, пустынно. Сегодня середина недели, по-моему, никого нет. Место для отдыха просто потрясающее. Так, и Вратеевский каскадный парк. Вот церковь, церковь действующая. По утрам, рано утром колокол зазывает на молитву. Но я в церковь не хожу. Я не атеист, но и не христопоклонный. 21 на 22 сентября наступило новолетие по славянскому понятию. Это Новый год. И вот новолетие, 7529-е лето, оттворение мира в Звёздном храме. Это славянский календарь. Я уже говорил, что вода продуктно-почная не захватывает. Он устраивается. Он с правой стороны в сток. А поступает вода с Дорецинского пруда. Врата с Дорецинского пруда. Врата с Дорецинского пруда. Врата с Дорецинского пруда. Врата с Дорецинского пруда. По намерениях у меня снять эти пешие прогулки, северная ходьба, еще называют скандинавская. Не только как у своего района, но может быть буду выезжать в центр, может быть на Красную площадь, может на Тверскую. Если кто слушает меня, смотрит, если вам интересно, могу проехать по железной дороге вокруг Москвы. Продолжение следует... Не знаю, видно, нет. Продолжение следует... Прогода из пруда. Проток... Проток... Ну вот практически обошел пруд. Когда пруд переполняется, идет сброс вот в этом месте, но сейчас это сухое. Этот сброс охраняет пруд от перезаполнения. Я не помню, ну давно, не знаю, может быть лет двадцатом назад что-то еще сбрасывалось. Прокат водок. У меня есть резиновая лодка? Думаю, в этом году покататься по пруду и что-то не сложилось. А вон далеко на горизонте мост Кашинское шоссе. Ну там проходили. Походило. Продолжение следует... 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 Заканчиваем свой маршрут. Самочувствие великолепное. Можно было бы еще пройти столько же, но не буду повышать нагрузку, потому что в декабре прошлого года я прошел порядка десяти километров. Легкость была невероятная, энергии полно. И решил подняться не по ступенькам, не по серпантину, а напрямую. С каскадного парка поднимался наверх. Не знаю сколько метров высота. Неважно, резко увеличил нагрузку. Поднялся по насыпи и сердечко зашалело у меня. Мне в реанимации сказали, что я бросил резко курить. Вот это резко. Стаж курения в 30 с лишним лет. В 60 лет первый раз стаж курения. Вот это резкое бросание курения. Эта нагрузка, как сказали врачи, высвала сердечный приступ. Тренировку на сегодня заканчиваю. Самочувствие очень хорошее. Слегка напоминает усилие мышцы. В принципе можно было бы отдохнуть. Часть их два. Снова пройти столько же. И так вот повторять в день 3-4 раза. Вполне реально. Ну и я вот опасаюсь за чрезмерное превышение нагрузки. Ну вот опять подходим. Подхожу к улице Борисовские пруды. Вот это Дракеево района. В автомобиле только на светофорах. Останавливается против. Пробок не вижу. Но это не пробки на светофоре. Но полна риска. Раскинулась. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, как дела? Хорошо, отдаем уже. Это моя соседка. У нее собачка, моя подружка. Когда она гуляет по соскатному парку, мы встречаемся, эта маленькая собачка с языком, с радостью бежит ко мне. Узнает. Жарко. 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 Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Ну все. До того.